Стефан Решко, олимпийский чемпион, звезда мирового футбола, защитник легендарного состава Киевского Динамо, лучшей клубной команды мира 1975 года, обладатель Суперкубка. Родился в семье верующих в маленьком Закарпатском селе. Его дед был одним из первых евангелистов Западной Украины. И Стефан никогда не сомневался в реальности Бога. Поэтому мне не надо было какие-то стрессовые состояния или какие-то ситуации, чтобы я не познал Бога. Я с детства, так сказать, научен этому был и всю жизнь, в принципе, в себе принес это все. Стефану, как и всем жителям села, в то время документы на руки не выдавали. Поэтому по окончанию школы он был обречен на пожизненный почетный труд в местном колхозе. Ну и после седьмого класса надо было повереваться с этого рабства. Можешь понимать, это было рабство тогда, без паспорта, без ничего. И я поехал учиться в Ужгород, в профессионально-техническое училище, для того, чтобы стать рабочим краснодеревщиком. Как в родном селе, так позже и в училище, отрадой для Стефана был футбол. Вскоре селекционеры от большого футбола сумели разглядеть в сельском мальчишке талантливого спортсмена и пригласили играть в высшие лиги. Так у Стефана началась интересная и насыщенная спортивная жизнь с частыми поездками праздничным городам и странам. Но где бы Стефан ни играл, он везде находил время прийти в церковь и помолиться. Перед играми я всегда, перед игрой, вечером, накануне, перед игрой, так сказать, молиться был, чтобы он мог выиграть, обидеться в успехе и так далее. Тогда мы жили в союзное время, знаете, экономистическая система, она же атеистическая сама по себе. И знали, так сказать, КГД, так далее, не знали, что у меня верующие родители, ну, как они говорят, баптисты, это было слово баптисты, это страшное было слово, какие-то секты и так далее. Они люди не знают, и по сегодняшний день мы говорим, что это слово значит, на самом деле, что это просто баптисты, английцы это крещеный, просто, это самое такое простое и безобидное слово. Стефан никогда не скрывал, что он верующий. Однако КГБ даже не пытался препятствовать его выезду за рубеж. Они знали, что я верующий, я, ну, должен сказать, в 76-м году перед выездом на Олимпийские игры в Монреаль, ну, ко мне приехали там ребята, так сказать, со спецслужб. Ну, и просто так напомню, что, значит, Стефан, Олимпийские игры на американском континенте, рядом с Штатами, там будет очень много, значит, ну, работников, всяких подразделений американских. Но, с другой стороны, у них не было никаких причин, так сказать, недоверять мне, потому что у меня не было никаких проблем, так сказать, ну, знаете, в нашем спорте бывают проблемы в спорте, в режиме, там, нарушения всякие и так далее. Стефан Ришко сыграл более 350 игр защитником в чемпионатах СССР и международных матчах. Стал четырехкратным чемпионом СССР, двукратным обладателем Кубка СССР, обладателем Кубка Кубков и Суперкубка Европы. Олимпийским чемпионом. За все это время он заработал всего две желтые карточки. Такого результата еще никто в мире не достигал. Я считаю, что это с проведением Бога тоже добылся таких успехов, потому что с рукой, деревней, простой, там, селянский христианин, в семье, так сказать, инвалиды, отца и так далее. И все-таки добиться таких успехов, играть в такой команде классной, и в сборной СССР, и в Киевском Динамо, ну, я считаю, что это не мои заслуги. В первую очередь, это, так сказать, была помощь свыше. Но звездная карьера футболиста закончилась, и перед Стефаном возник вопрос, как жить дальше, в каком новом качестве реализовать себя. Да, они были успехи всего, но это как третий трава, как засохший цветок. Понимаете, вчера было, сегодня уже нет. Это было время, эпизод жизни. Все, а дальше что? А дальше Стефан закончил Академию МВД, получил ученую степень и вскоре, как и в спорте, достиг больших успехов, став профессором и заведующим кафедры Академии. Неосуществленной осталась лишь одна мечта юности – принять водное крещение. Не, ну я давно думал, честно говоря, я уже знал, что надо принять крещение. Я ходил на служение, все читал. Но знаю, что надо для того, чтобы быть, это надо принять покаяться, принять водное крещение и сочиненном церкви. Это пустыраты, которые у Библии должны быть. Стефан очень трепетно ожидал того дня, когда свершится водное крещение. Этот день стал самым важным в его жизни. Чувства неземные, знаете, как говорят, внутреннее потрясение такое. Было, что вот это наступил день, когда ты общаешься с самим Богом, общаешься с Святой Святой Святой. То есть ты отдаешь себе учет, что да, действительно прошла большая часть жизни и стало легче как-то. Я скажу, облегчение такое, знаете, на свое душевное облегчение. А сегодня я могу сказать, что я могу умереть, спокойно сейчас. То есть так кажется, хочется жить всем. Но если я умру, вот завтра что-то случится, допустим, да, то я себе так, знаете, себе говорю, что не страшно. Если от того, я легко, так сказать, уйду и как бы с надеждой уйду, знаете, не просто так сказать, вылезать, а с надеждой на то, что встретимся там в лесах, в уроках. Ни спортивные достижения, ни успешная карьера ученого не были для Стефана так дороги, как эта сбывшаяся давняя мечта. Поэтому я считаю, это самое важное в моей жизни, вот это событие, которое я перешел от простой мирской жизни и стал, так сказать, жить и прославлять, славить каждый день. Бога за каждый день, час в день, за все него, так сказать, дарил. Человек, на долю которого выпало столько славы, спортивной славы, самым своим главным событием в жизни считает водное крещение. Которое он откладывал, получается, на протяжении всей своей жизни. Представляешь? Слава Богу. Стефан за все воздает славу Богу. За победы в спорте, за духовное свершение. Он считает, что может умереть спокойно, зная, что его жизнь принадлежит Небесному Отцу. Но мы желаем ему здоровья и радости от всего, что он еще сделает во славу Божью. Человек, живущий для Бога, неординарный человек. Вы ощущаете потребность в Боге, но не знаете, как к Нему обратиться. Напишите нам или позвоните, чтобы мы могли помолиться за вас.